На этой неделе в Красноярске обсуждали вопросы стратегического развития Сибири на ближайшие 20 лет. Для участия в научной конференции съехались эксперты со всей России, Юго-Восточной Азии и Европы. В течение трех дней экономисты, политологи и другие специалисты обсуждали сотни важных для развития Сибири вопросов. На какие темы был сделан особый акцент в материале наших коллег. К вопросу развития Сибири вновь возвращаются. Из-за сложной ситуации на Украине и санкций стран Запада по отношению к России тема обрела новое звучание. Сегодня в Сибирском федеральном университете специалисты собрались вновь, чтобы обозначить главную перспективу – направление на Восток. Выйдет ли Россия на новый этап отношений с Востоком? Сейчас есть сотрудничество с Китаем и Японией. Но страны несут попытки из-за конфронтации. Надеюсь, эти вопросы урегулируются. На конференции затрагиваются вопросы экологии, развития аграрного сектора Сибири и международного сотрудничества в Арктике. Специалисты из других стран обсудят с первыми лицами края возможность вести крупные совместные проекты, в основном, конечно, промышленные, чтобы не только добывать, но и перерабатывать сырье в Сибири. Сибирь не должна развиваться как тыл, а должна развиваться как фронтир для новых рынков Азии. Еще одна из задач на сегодня – приложить максимум сил, чтобы в Сибири повысилось качество жизни. Интеллектуальное общение идет, и я считаю, что это важная платформа для преодоления трудностей. Чтобы развитие Сибири и Дальнего Востока не происходило только на бумаге, эксперты предложат конкретные практические решения. Управление имущества получит право выделять земельные участки многодетным семьям. По закону, родители, воспитывающие трех и более детей, могут получить в собственность землю под строительство или приусадебное хозяйство. Окончательное решение о наделении управления имущества соответствующими полномочиями депутаты примут на ближайшие сессии Горсовета. А на этой неделе парламентарии пытались дать оценку исполнению сразу восьмим муниципальным программам. На комиссии по социальной политике Горсовет рассмотрел ход реализации программы переселения, соцподдержки, развития физкультуры, спорта и молодежной политики за истекшие девять месяцев. Узнали о том, что в следующем году компьютерных курсов для пенсионеров не будет, запас слушателей исчерпан. И лишь один вопрос вызвал бурное обсуждение, продолжит Евгения Шенделова. В Норильске в очереди на переселение зарегистрировано 11 653 семьи. С начала года список пополнился более чем на тысячу претендентов. По статистике за год 80% заявившихся уезжают по программе переселения, 20% решают вопрос переезда на материк самостоятельно. Объем финансирования программы предусматривал источники следующие. Краевой и местный бюджет. Общий объем финансирования составляет 67 миллионов 908 тысяч 300. Депутаты заострили внимание на вопросе информирования горожан. По словам Нины Шпетной, в обществе курсируют слухи о сворачивании программ. Поэтому с экранов ТВ и страниц газет нужно почаще сообщать о реальной картине. Чиновники с замечанием согласились. Далее в повестке дня значились еще семь программ, исполнению которых нужно было дать оценку. Поэтому вечер обещал быть долгим. Предложение, которое высказала Наталья Плотникова, одобрили все. Так как упомянутые программы депутаты разбирали на рабочих группах, вникать в детали на комиссии нет смысла. Реализацию шести программ признали удовлетворительной по списку. Воздержались. Принято единогласно. Спасибо. После голосования представители администрации, с волнением ожидавшие своей очереди докладывать, покинули зал заседаний. Остались только чиновники от культуры. К ним у депутатов было много вопросов. Во-первых, при обсуждении промежуточных итогов этого года присутствующие никак не могли понять, в каких единицах указаны показатели исполнения. Заместитель начальника управления культуры настаивал, указанные в отчетах цифры – это единицы хранения. Начальник утверждала – это деньги. Это деньги. Наталья Алмазовна, это… Я не знаю, кому верить – мужчине или женщине. Нет. Если… А если бандитвально показать… Да. Это деньги, которые в совокупности дальше по строчке разбиты на местный бюджет, краевой бюджет и вне бюджет. Тогда это должны быть рубли, а не единицы. Запутавшимся депутатам пришлось обратиться за помощью к Ирине Перетятко. Замруководитель администрации по финансам знает про бюджет больше, чем кто-либо в городе. Она пояснила, что депутаты и руководитель управления культуры опираются на разные таблицы. Отсюда и противоречия. Но что подразумевает та или иная статья расходов, даже финансисту со стажем разобраться не удалось. Как я понимаю, это экскурсии. А экскурсии относятся к развитию музея? Нет, потому что нам объясняли, что нет. Можно я сказать? Ну, можно. У нас идет системная ошибка, непонимание названия программы и что ее является профессиональным наполнением в этой деятельности. И того, что вы туда вносите. Развитие музейного дела не связано с экскурсиями. Я 5 лет преподавал музейную педагогику. И один из разделов развития музея – это экскурсии. В том числе экскурсии. В том числе экскурсии. Я вам дам учебник, открою и покажу. Чтобы разобраться в ситуации, присутствующие даже потратили законный перерыв, после которого депутаты решили признать исполнение программы развития культуры за 9 месяцев текущего года удовлетворительным. Но это касается только финансовой стороны вопроса. Для того, чтобы соблюсти все формальности в рамках бюджета, а мы говорим о том, что наши замечания не имеют отношения никакого к параметрам, мы просто просили бы этот документ привести, документ называется ФЭО, привести в соответствие тогда, когда у них это наконец случится. К внутреннему по статейному содержанию программы развития культуры на 2015-2017 годы депутаты намерены вернуться в начале следующей недели. Евгения Шенделова, Сергей Карпов. Вести. События недели. На этой неделе в интернете появилось видео, давшее старт целой цепочке разбирательств. Очевидцы засняли и выложили в сеть кадры, на которых пассажиры якобы вручную буксировали самолет в аэропорту Игарки. Есть версия, что делалось это ради фотоснимков, но теперь не только Росавиация, но и прокуратура проводят свои проверки. Первые предположения специалистов – в послесуточной стоянке у самолета примерзли шасси. Вероятно, техники использовали смазочный материал, не предназначенный для условий Крайнего Севера. Именно поэтому тягач не смог сдвинуть с места Ту-134 весом более 40 тонн. Самолет благополучно вылетел и приземлился в аэропорту Емельянова. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 74 красноярских вахтовика. Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту нарушения техники безопасности. Оценка качества обслуживания воздушного судна, в том числе в применении горючих смазочных материалов, будет дана в ходе проверки. То есть законность применения тех или иных смазочных средств – это будет установлено комиссией расследования инцидента. Кроме этого, будет дана оценка действиям наземных служб аэродрома, а также службы авиационной безопасности, которая допустила нахождение граждан на перроне и возле воздушного судна. В России вступили в силу новые поправки к правилам дорожного движения. Законотворцы ужесточили процедуру возврата водительского удостоверения. Чтобы получить права, нарушителю придется посидеть за книгами. Обязательства вскоре появятся и у пешеходов. Они должны стать более заметными на дорогах. На что еще следует обратить внимание участникам дорожного движения, расскажет Елена Устомова. Излишняя тонировка, незаконная установка спецсигналов, отсутствие водительских прав или просроченный полис ОСАГО. За такие нарушения снимать номера с машин теперь не будут. Мера наказания утратила силу после того, как МВД разрешило выдавать дубликаты частным фирмам. Тем временем водила ГИБДД началась выдача арестованных номеров. Сегодня только в Норильской дежурной части находится 57 пар. Еще 300 лежат на хранении в архиве. Инспекторы предупреждают, по истечении 6 месяцев невостребованные знаки будут утилизированы. Видите галочка где? Да, там автор, ваша фамилия и инициалы над ней. Попытка скрыть госзнак от камер видеофиксации раньше каралась штрафом в 5000 рублей или лишением прав на 3 месяца. Теперь аналогичная мера наказания предусмотрена из-за езды с нечитаемыми номерами. Это касается и так называемых шторок, и обычного ликопластыря, с помощью которого хитрые автовладельцы часто прячут буквы и цифры номера. А вот вернуть свою водительскую карточку теперь можно будет только через повторную сдачу экзамена. Плюс ко всему штраф на историю водителя к тому моменту должна быть абсолютно чистой. Если лицо было лишено права управления транспортными средствами за отказ от метод свидетельствования или за совершение ДТП в состоянии опьянения, Возврат водительского удостоверения ему будет осуществляться только после предоставления нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. С введением новых изменений исчезнет и институт понятых. Теперь для мета свидетельствования водителя сотруднику ГИБДД достаточно снять происходящее на видеорегистратор. Впрочем, доказательством в суде может послужить и съемка с любого гаджета. Согласно новому своду правил в КААП, ужесточились наказания для безлошадных участников дорожного движения. Абсолютно всех пешеходов обяжут в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы. Пешехода со световозвращающим элементом, в зависимости от материала световозвращающего элемента, видно в районе от 50 до 100 метров водителю. Без светоотражающего, особенно в условиях осени, когда асфальт мокрый, водители бывают, что и в 2-3 метрах пешехода не замечают. Это нововведение начнет действовать только с июля следующего года. Напомню, ранее такая мера была необязательной и в основном касалась только детей. Со следующего года за отсутствие фликера на одежде при пересечении проезжей части госавтоинспекторы будут наказывать. Штраф за нарушение 500 рублей. Елена Устомова и Юрий Толстов. Вести. События недели. Сегодня в России отмечается особый праздник – День Матери. В этот день принято чествовать многодетные семьи. Традиция иметь большие семьи лежит глубоко в истории нашей страны. На Руси и крестьянские, и дворянские семьи, как правило, были многодетными. Достаточно вспомнить семейство Льва Толстого, у которого было 12 детей, или последнего российского царя Николая II, у которого было 5 детей. Но времена давно изменились. В современной России более 800 тысяч сирот находятся на попечении государства. И далеко не каждая благополучная семья решается завести больше, чем одного ребенка. На этой неделе Норильск с рабочим визитом посетила уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова. На встрече с городскими властями был затронут вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не обошли стороной и условия проживания несовершеннолетних в социальных учреждениях города. В Сестринском отделении детской городской больницы на момент визита Ирины Мирошниковой находятся 8 детей. У каждого своя история. Кого-то родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, поместили сюда на время, некоторых бросили без объяснения причин. Самые маленькие оказались здесь просто потому, что не нужны своим мамам и папам. Уполномоченный по правам ребенка интересуется не общей статистикой, а тем, кто делается для того, чтобы детей возвращали в семьи. С каждым днем теряются его шансы даже на социализации. Но почему рядом с ним должны находиться добрые плети и дяди все это время? Правда же? Ему семья нужна. В общем, по краю, без попечения родителей осталось более 16 тысяч детей. В Норильске более 500. Один из малышей находится в отделении по заявлению мамы. Она поместила его на два месяца, но не забрала и через три. Уполномоченный по правам ребенка требует ответа, что сделано для того, чтобы восстановить эту семью и что для этого нужно. Депутат Норильского горсовета поясняет, в некоторых случаях помогать нужно было еще до того, как ребенок оказался в социальном учреждении. Сегодня в детской больнице видели девочку. Вернее, мальчика. Двое старших его братьев здесь находятся. То есть это уже в принципе, понимаете, уже когда они были сюда помещены, уже полагалось, что будут оформляться. Вы разорвать их не хотите? Да. Будут оформляться документы на то, чтобы родители лишать родительских прав. Работу социальных служб хорошо видно на примере социального приюта для несовершеннолетних норильчан. Именно здесь находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Многие появляются здесь регулярно. В этом случае надо принимать меры радикальные, считает уполномоченный по правам ребенка. Например, заменить ни к чему не приводящие беседы с родителями о вреде наркотиков и алкоголя на кодирование и помощь в трудоустройстве. Омбудсмен уверен, государство готово оказать всю необходимую в финансовом плане помощь. Но помимо денег нужен еще и контроль. Причем не только на бумаге. Алла Далматова, Юрий Толстов. Вести. События недели. В Норильске состоялось историческое событие. В пятницу воинская часть воздушно-космической обороны России приняла под свою ответственность боевое знамя. Часть 4919 была сформирована 30 лет назад. И все это время существовало без тяга, который традиционно и только однажды выручают каждому воинскому подразделению. За торжественной церемонией наблюдала Алла Далматова. Боевое знамя для войсковой части – это почетный знак, отличающий особенности ее боевого предназначения, истории и заслуг. А также указывающий на ее принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации. Традиция объединяться под военными стягами в России появилась еще в 14 веке. Во времена правления Петра I потерять боевое знамя считалось величайшим позором. Такую часть расформировали, а люди, которые непосредственно были вверены его охраной, подвергались смертной казни. Каждое знамя уникально. Его изготавливают из дорогостоящих материалов. Даже для того, чтобы прикрепить знамя к древку, нужны специальные знаменные гвозди. На знамени, который объединит под собой служащих Норильской части войск воздушно-космической обороны, на белом фоне в центре креста вышит герб Российской Федерации. На другой стороне – эмблема принадлежности к войскам. Поздравить военных Норильского гарнизона прилетел командир войсковой части 1-го государственного испытательного космодрома Плесецк, полковник Юрий Волохов. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний день для вас стал новыми, аккуратными точками решения тех задач, которые будут перед вами стоять, а я думаю, многое испытание ракетно-космические действия сегодня в нашей жизни. Ура! 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 Норильска Олег Курилов от имени всех норильчан поздравил войсковую часть с получением главного атрибута воинской символики. Вы всегда принимаете активное участие в жизни города. Ни одно крупное событие не проходит без участия наших основных, как мы их называемых, институтов Норильска. Норильская часть войск Воздушно-космической обороны была сформирована 30 лет назад. Вручение боевого знамени совпало с юбилеем. Служащие ликуют с военной сдержанностью. Им по статусу не положено проявлять эмоции. Такое явление один раз происходит. Мы его ждали, дождались. Мы горды этим. Вместе со знаменем войсковая часть получила грамоту, подписанную лично главнокомандующим президентом России Владимиром Путиным. Алла Долматова, Юрий Толстов. Вести события недели. Мощь Советского фронта укрепил Норильский металл. На предпоследнем годе войны комбинат дал никеля больше, чем все американские поставки по Ленд-Лизу. Это лишь единичный пример того, как у роль в общей победе сыграла северная промышленная площадка. А удивительных фактов немало, и о них можно будет узнать со страниц печатных изданий. Норильский городской музей готовится к выпуску сразу нескольких сборников. Материал по крупицам собирался годами и вскоре предстанет перед читателями. Об издательской деятельности и планах музея расскажет Маргарита Батыченкова. Буклеты о выставках, каталоге, коллекции и, конечно, книги. Назвать точное количество изданного в музее не берутся. Ведь сотрудники музея занялись издательской деятельностью еще 75 лет назад, с момента основания учреждения культуры. Первое издание вышло в 1948 году. Тогда в количестве 5 экземпляров вышел путеводитель по музею. Это было совершенно секретное издание. Семен Ткачевский был автором этого замечательного путеводителя. И, соответственно, там говорилось о, скажем так, содержании музейной экспозиции, первой музейной экспозиции, которая была открыта в 1947 году. Путеводитель, написанный от руки, до сих пор занимает почетное место в архиве. Сегодня работа над печатной продукцией поставлена на поток. Едва закончив один проект, специалисты музея начинают трудиться над новым. Сейчас готовят очередной выпуск Норильского мемориала и работают над сборником «Норильчане в Великой Отечественной войне». В канун 70-летия Победы выпустят и небольшую книгу «Металлы Норильска. Оборонным предприятием войны». Ее автор – давний друг музея исследователей истории комбината Юрий Прибытков. Информацию для своего сборника он собирал около 15 лет. Местный архив, городской музей, научно-техническая библиотека, архивы управления комбината и Норильск проекта. И даже святая святых – фонды государственного архива. Годы работы на 25 рукописных листах, на каждом уникальные факты из Норильской истории. Октябрь 1942 года немцы под Сталинградом, а Завинягин рисует перспективу Норильска лет на 10 как минимум вперед. Вот здесь есть вот это, что сказал, вот вы молодцы, уже на октябрь выдали 300 с чем-то тонн, и вот до конца года ожидается 500 тонн. Это здорово, это большая помощь нашей стране. Строительство малого и большого металлургических заводов, выпуск первой продукции, отправка сырья оборонным предприятиям страны. 22 августа 1942 года с конвейера Уральского оборонного завода сошел первый танк, броню которого укрепил Норильский металл. В этом же году Авраамий Павлович Завинягин, выступая перед коллективом комбината, а по сути всем гордым, произносит речь, которая вошла в историю. После войны Норильск станет одной из основных промышленных баз для восстановления разрушенной войной народного хозяйства. Колоссальное количество драгметаллов в ваших рудах позволит Норильску стать сокровищницей нашей страны. Вот его слова. По данным историков, в 1944 году Норильский комбинат дал фронту никеля больше, чем было получено от США по Лент-Лизу за всю войну. Норильск поставлял хобальт для авиации, драгоценный металл для измерительных приборов, уголь для арктического военно-морского флота. Обо всех фактах Норильской истории работники музея неустанно рассказывают во время экскурсий, а также со страниц печатных изданий, многие из которых доступны только ограниченному кругу лиц. Маргарита Батыченкова, Екатерина Овсиенко, Евгений Жуков. Вести. События недели. Полярная сова подарила массу ярких впечатлений. Фестиваль визуальных искусств стал для Норильска событием, которое позволило увидеть и удивиться творческому потенциалу участников, в особенности детей. На конкурс было прислано много серьезных работ, заставляющих не просто смотреть, а сопереживать и размышлять. Немного огорчило собственное участие в сове. Всего одна работа в детской категории. Это при том, что во многих школах Норильска работают пресс-центры и журналистские классы. Члены жюри надеются, что в следующем году норильчане проявят больше энтузиазма. О том, какое впечатление произвел фестиваль на мастеров экранного искусства и участников в материале Александрины Елагиной. Полярная сова – одно из самых значимых событий Норильска. Седьмой краевой и одиннадцатый региональный фестиваль аудиовизуальных искусств собрал в этом году около 100 работ из 20 городов страны. Создание анимационных и документальных фильмов все чаще становится частью учебного процесса. Детям нравится творить историю своими руками. И мне кажется, что участие в таких фестивалях – это стимул. А если вдруг еще и заметили, как-то отметили, сказали, что да, слушайте, классное кино получилось, то это прям, не знаю, по мне бы это сразу приезжает, какой-то энергии хочется сделать еще лучше, на следующий фестиваль привезти вообще какой-нибудь шедевр. Фестиваль – не только соревнование в видеомастерстве. Это площадка для обсуждения идей и общения педагогов. Ведь именно они направляют и помогают воплощать детский замысел. И только от них зависит, увидят ли зрители эту работу на большом экране. Только от того, что есть энтузиаст или нет, он зависит, появится студия или не появится. Будет фестиваль или не будет. Не будет человека, который этим болеет, ничего не будет. Энтузиазма в этом году не хватило норильским студиям. От нашего города было представлено всего четыре работы. Две в профессиональной категории, одна во взрослой и единственная студийная работа от Норильска в детско-юношеской категории. Я даю надежду на завтрашний день. Я даю радость. Я даю жизнь. Я даю. Ты же твое тело все это уничтожаешь. Ни к чему не приведет. Ни тебя, ни Ильи. Никакого дальнейшего развития. Один мрак и пустота. Третья сторона для Ильи Шафигулина – дебютная работа. Два дня съемок, два стула и три актера. И сразу победа в одной из специальных номинаций «Полярной совы» имени Исаака Магитона. Место действия мне подсказали, струйку товарищей. Это была шикарная идея. Мы хотели еще вместо стульев туда стол затащить. Мы поняли, что не потянем стол в минус 11 тащить на крышу. И причем каждый день приходилось брать эти стулья, таскать туда, а потом обратно. Было тяжко. Эта победа – 90-е по счету в копилке студии «Экран». На подходе еще одна из Иркутска. Обходит свои владения хозяйка бурга, Рассыпая первый снег и убаюкивая засыпающих ребятишек. Сквозняками да сказками спи, малыш, Расти большим и сильным, быть тебе охотником или оленеводом, Быть тебе человеком. Несмотря на высокое звание народного коллектива и многочисленные победы, студия ютится в маленьком помещении на первом этаже кинотеатра «Родина». Если раньше в штате было 12 педагогов, то теперь остался только один. Оборудование, компьютеры и камеры, способные обрабатывать современные видеоформаты из личных запасов. На расходные материалы – ватман, кисти, гуаши, пластилин – управление культурой раз в год выделяет 100 тысяч рублей. Тот состав, с которым я работаю, в массе своей, так или иначе, это детеныши из неполных семей, из неблагополучных семей, из многодетных семей. И сажать их на оплату, мы их потеряем. Кроме анимации и кино, дети учатся коммуникации, ответственности и командной работе. Развивают аналитическое мышление. Несмотря на стесненные обстоятельства, Александр бросать свое дело не собирается. Кто-то должен этим заниматься. То есть, если завтра я и прочие люди как бы уйдут из-за скулижа, там мало денег, да не те условия работы, да все-все. Ну, самый простой выход – все бросить. Ну, давайте все пойдем торговать. Все. Дружно. И что? У нас вообще все колом станет. Фильмы-студии представлены в сборниках «Современная анимация России». А цикл «Сказки хозяйки Пурги» признаны лучшими этнографическими работами и хранятся в фондах Центрального музея кино в Москве. У Александра Жохова и воспитанников его студии накопилось много идей. Но главное – есть желание создавать новые фильмы. А значит, название Норильской студии «Экран» еще не раз прозвучит в числе лучших. Александрина Елагина, Юрий Толстов, Сергей Карпов, Евгений Жуков. Вести события недели. Лучше в спортивной профессии. Высокое звание по результатам профессионального осмотра конкурса получил тренер по боксу Норильской спортивной школы Денис Дурасов. Преподавателю удалось разработать методику, помогающую его воспитанникам одерживать победы на ринге. В чем секрет успеха, узнала наш корреспондент. 34-летний Денис Дурасов из тех, о кого говорят – прирожденный боксер. Свою спортивную карьеру он начал в 13 лет. С тех пор регулярно завоевывал награды на соревнованиях различных уровней. Получив педагогическое образование, на этом решил не останавливаться. С головой ушел в тренерское дело. Сейчас он успешно сочетает в себе качество преподавателя, психолога и спортсмена. Но это все не далось даром. Были моменты, когда ничего не получалось. Интересно, но именно тяжелые времена помогли боксеру стать одним из лучших в своей профессии. Одержав первое в своей жизни такое поражение, когда я получил хорошо понос, у меня болел нос, у меня там были разбитые губы. И решил я сам себе доказать, что я могу выиграть у своего соперника. Правда, соперника, который меня одолел в первом бою, я больше не встречал. Скорее всего, он уже завязал с боксом. А я благодаря этому поражению остался и не жалею. Всю свою жизнь я связываюсь с этим видом спорта. Мало кто поспорит с фактом, что бокс – спорт тяжелый. Успехов в нем может достигнуть только сильнейший. Многие считают, что для побед на ринге нужно обладать всего лишь подходящими физическими данными. Но, как отмечает Денис Дурасов, не менее важна и моральная подготовка. Мне кажется, что самое сложное – это перебороть себя, выйти первый раз в ринг, первый раз принять поражение и идти дальше. То есть самое сложное – это психология. Этому и учит проект Дениса Дурасова – концентрация внимания. Уже из названия очевидно, на что он обращает больше всего внимания при воспитании юных боксеров. Собрана снимательность, психологическая стойкость. Три слона, на которых держится его система воспитания. На мастер-классе, который тренер провел в Красноярске, были продемонстрированы упражнения, помогающие успокоиться и собраться перед важным поединком. Методику мастер применяет и в повседневных тренировках. Побывав на одной из них, понимаешь, что звание лучшего тренера Денису Дурасову присудили не зря. К своим воспитанникам он относится строго, но внимательно, чего и требует такой суровый вид спорта, как бокс. При этом всегда старается поддержать боевой дух подопечных и правильно настроить перед важными соревнованиями. Денис Юрьевич очень внимательный тренер, он следит за нами. Он советует, какие витамины для восстановления организма надо принимать. То, что у нас не получается, он с нами отрабатывает внимательно на лапах. Иногда отдельно после тренировки может с нами позаниматься, показать, что как надо сделать. С таким мотивирующим подходом неудивительно, что спортсмены Дениса Дурасова регулярно становятся призерами краевых и зональных состязаний. На сегодняшний день его главная задача подготовить своих воспитанников так, чтобы они подтвердили высокий статус на следующем выезде, который состоится в декабре. Маргарита Батыченкова, Алексей Демин. Вести. События недели. Редактор субтитров А.Семкин